Верить, объединяться, искать. По таким девизам в регионе прошел 10-й юбилейный городской физкультурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями. Подробности в следующем материале. Нелли Соболева принимает участие в спортивном фестивале уже не первый год. Женщина состоит в команде поселка Красное, которая не раз одерживала победу на соревнованиях. В поселке Красное у нас очень хорошее здание. И тренируемся теннис, амрестлинг, стрельба, дротики. Команда лихо проходит дисциплину дартс с высокими результатами и проходит дальше. Любители пострелять из винтовок собираются в отдельном зале. Среди них Сергей Агарков. Стрельбой я занимаюсь с детства, с совершеннолетия. В детстве с ружья стрелял на охоту ходил. Потом как бы сам был охотник. А сейчас уже по мере возможностей здоровья стараюсь заниматься, ходить в спортзал по стрельбе. Из заветных 30 у Сергея 27. Неплохой результат, признается мужчина. Участники соревнуются в шести дисциплинах. Это пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, кегли, шафтборд и джакала. В каждой дисциплине три победителя, которые получат кубок, медаль и грамоту. Остальным участникам вручат утешительные призы. Очень здорово, что сегодня у нас пришел губернатор Юрий Васильевич. Нас поприветствовал впервые. За все его губернаторство он увидел наших людей, которые действительно всей душой идут сюда, участвуют, показать свои способности в спорте. Это очень неравнодушные люди. Люди очень неравнодушные. Я рада за них, что они находят себя в спорте, в творчестве, музыке. Такие мои хорошие люди. Поздравить участников соревнований пришли представители власти. Не в первый раз уже участвую в открытии спортивных соревнований, но сегодня они совершенно необыкновенные. Во-первых, я вижу много знакомых лиц, участников, с которыми мы уже не раз встречались. Ну и потом я хочу сказать, что физическая культура и спорт позволяют раскрывать новые возможности, новые способности. Добиваться личного успеха. Укрепляет думу. Позволяет преодолевать личные невзгоды какие-то. Дорогие друзья, то, что мы проводим такие фестивали, это совершенно замечательно. И вот сегодняшний фестиваль, он объединяет очень много талантливых, активных людей, которые не хотят сидеть дома, а хотят заниматься спортом, добиваться успехов, побеждать. Нам надо все делать для того, чтобы мы выходили в люди, чтобы мы активно ввели работу, в том числе физическую работу. То есть ставили для себя большие задачи и сами себя преодолевали. И показывали пример всем остальным, как нужно вести активную жизненную позицию. Поэтому ваш девиз верить, объединяться, искать. Я бы добавил еще побеждать. Это должна быть ваша активная жизненная позиция. Я приятно надеялся не только видеть знакомые лица, но я, если честно, не знал, что многие из тех, кто работает и является нашими коллегами, тоже присутствуют в этих рядах. И хотя у вас присутствует медицинское установленное ограничение по здоровью, я хочу сказать, что у вас абсолютно безграничная сила воли, стремление и сила дарить радость окружающим. Многие из тех, кто полноценный и у них нет никаких ограничений, у них нет такого энтузиазма и нет такого блеска в глазах, который я вижу у вас. Я хочу, чтобы вы этот свет радости, энтузиазма передали близким и всем, кто вас окружает. Благополучие, здоровье и всего самого лучшего. Команда победителей до 45 лет в количестве пяти человек отправится на соревнования по Северо-Западу, которые пройдут с 26 июня по 2 июля в Сыктывкаре. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова